Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем с вами размышлять в очень важном вопросе. Действительно ли христианство и восточный мистицизм являются духовными путями к одной и той же цели или путями к одному и тому же Богу? Как уже на двух предыдущих беседах мы начали рассмотрение этого широко распространенного мифа, который даже выражен в таком интересном, таком образом и ярком сравнении, как люди поднимаются по склонам одной горы, к некой одной вершине, могут идти по разным склонам, могут друг друга не знать, не видеть, могут даже друг друга недопонимать, но идут к одной вершине. Очень такой импонирующий современным людям в условиях такой религиозной и всевозможной унификации мира. Эта идея достаточно находит «благодатный» в данном случае, в кавычках, скажем, отклик в душах людей. И на двух предыдущих беседах мы постарались вместе с вами, кому это интересно, поставить основные постулаты христианства, основные догматы христианства, скажем так, и основные вероучительные положения восточного мистицизма в качестве такой сравнительной таблицы друг напротив друга. И мы увидим ли, что на самом деле они не то что не дополняют друг друга, они вообще ведут в противоположных направлениях. И вот сегодня продолжим с вами рассмотрение еще некоторых аспектов. Христианство исповедует, что время, время линейно, то есть, когда Господь создал этот варный мир, было создано время. Время. Время тоже является категорией этого тварного мира, и история поэтому имеет начало и будет иметь конец. История этого тварного мира, в котором мы живем, будет иметь конец. И в частности, в Откровении апостола Иоанна Богослова, в 10 главе, в 6 стихе, мы читаем, что ангел клянется, что времени уже не будет после определенного момента. Поэтому христианская вера, она основана на конкретных исторических событиях и личностях. Все, что мы читаем в Священном Писании Ветхого Завета, Нового Завета, это конкретные исторические личности, которые жили в совершенно реальных конкретных исторических обстоятельствах. Это не мифы, это не легенда и ничего подобного. Восточный мистицизм, напротив, смотрит на время как на некие циклические повторяющиеся вот такие вот моменты, что в конце каждого цикла, или иногда по терминологии восточного мистицизма, кали-юги, в общем, вся вот эта вселенная уничтожается потом и через некоторое время вновь созидается. Как бы это называется День Брахмы и Ночь Брахмы. Сначала Брахма создает весь этот мир, и богов, и духа, и людей, и животных и так далее, и много тысяч, скажем так, есть такое у них понятие кальпа, как бы таких световых лет этот мир существует, где бесконечные реинкарнации, перевоплощения душ и так далее. Затем ни с того ни с сего, непонятно по каким причинам и чем это мотивировано, вдруг вот этот безличный абсолют Брахма уничтожает полностью этот мир и впадает в состояние сна. Это называется День Брахмы и Ночь Брахмы. Естественно, в таком беспросветном мраке бессмысленных перевоплощений человеческая душа, она трепещет, она не может даже принять, как можно жить в таком состоянии, как может мир быть именно таким. И, соответственно, вся религия восточного мистицизма, она поэтому не связана с конкретным историческим событием. Там какие-то воплощения, какие-то вот эти реинкарнации, аватары этих индуистских божеств, неизвестно где, когда они были, или было ли это, или не было, и когда это было, и нет ни мест, ни никаких доказательств. Следующий очень немаловажный момент. В христианстве строжайший запрет на использование любой магической практики, как демонической по своей природе. Магия совершенно несовместима с христианством. Можно много сейчас цитировать, высказывали еще Светкого Завета, про чародеев, про чревовещателей и вызывателей духов и так далее. Абсолютно несовместима магия с христианством, как демоническая по своей природе. Восточный мистицизм допускает очень широко использование самых разных магических практик. Следующий очень немаловажный момент – это полная открытость христианской проповеди. Когда Господь наш Иисус Христос призвал сначала двенадцать апостолов, потом, как мы знаем, со страниц Святого Евангелия еще семьдесят других, и Он посылал их с проповедью, говоря, идите и проповедуйте Евангелие Царствия. Когда Господь возносился на небо, из горы Илеонской благословлял своих учеников, и, прощаясь, Он произнес им вот эти важные слова, вот это благословение, это напутствие, которое мы читаем в самой последней главе Евангелия от Матфея, в самых последних стихах. «Идите в мир весь, проповедуйте Евангелие, Евангелие благую весь, всей тварей, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Полная открытость христианства миру. Христианская проповедь обращена ко всему человечеству. И в обучении христианству нет никаких тайн, скажем так, аудитории, если так можно выразиться, которой обращена христианская проповедь, не разделяется искусственно на духовную элиту и профанов. Например, духовной элите можно это знать, профанам это нельзя знать по определению. Проповедь обращена ко всем. И в истории христианства мы знаем, что за всю историю христианства сколько людей принимали христианскую веру самых разных сословий и достигали христианского совершенства с помощью благодати Божией. И равнопостные императоры, и князья, и множество святителей, монашествующих и так далее. То есть, божественное откровение открыто для всех людей, и лишь нравственная нечистота препятствует человеку понимать христианскую веру. Восточный мистицизм, для него характерен эзотеризм. Что такое эзотеризм? Убежденность, что существуют некие тайные знания, которые доступны некой элите, как бы некая каста духовных вождей, которые обладают этими знаниями, и они самостоятельно распоряжаются, кого в эти знания можно, скажем так, посвятить, кому нельзя. Деление людей, искусственное такое деление на духовную элиту и профанов. И, собственно, вот это кастовое разделение человечества, на четыре основных касты, это такое жёсткое, непонятно, на чём основанное разделение людей. И если ты принадлежишь к нижке к касте, то даже если у тебя семь пядей во лбу, ты, допустим, умён и талантлив, ты ничего не можешь достичь в этой жизни. Ты не можешь переступить вот эту заведомо поставленную для тебя, скажем так, оковы, рок, через который ты не переступишь. Ведь тут уместно вспомнить такую фразу «каждый сверчок знай свой шесток». И в познании восточного мистицизма именно вот этот эзотеризм проявляется в чём? Что духовная элита сама определяет, кого посвящать, кого не посвящать в те или иные тайны. И широкое естественное распространение различных магических практик. Вот смотрите, дорогие друзья. Мы рассмотрели на двух предыдущих беседах и сейчас 13 пунктов основного положения христианства и основных положений христианства и восточного мистицизма. И мы видим, что они занимают прямо противоположные позиции. Поэтому объединить христианство и восточный мистицизм, сомнительность такого рода попыток, признавали и признают не только христиане. В частности, хочу вам процитировать из журнала «Путь к себе» за 1993 год цитату Далай-Ламы. Дав интервью, и дав интервью, Далай-Лама ответил, «Несмотря на то, что основные мировые религии учат нас состраданию, пониманию и любви, в них, в основных мировых религиях, существует расхождение по основным философским вопросам. Многие предлагают на базе всех религий создать одну общую религию. По моему мнению, эта мысль несколько диковата. Каждая из мировых религий обладает уникальными чертами, и если мы попытаемся создать единую религию, мы их уничтожим». Конец цитаты. Журнал «Путь к себе» за 1993 год, номер один. И поэтому, дорогие друзья, мы видим, что религии, христианство и восточный мистицизм не просто противоречат, а взаимоисключают друг друга. И каждый человек так или иначе стоит перед выбором. Ты, если ты человек религиозный и ищущий, ты все равно делаешь выбор. Или ты веришь в доктрину о переселении душ, или ты веришь, что мы живем один раз, как говорит святой апостол Павел, а потом будет суд. Или ты веришь в единого, истинного, личного Бога, и обращаешься к Нему в молитве «Отче наш», просишь у Него прощения. Ты нуждаешься в Его благодати. Или ты просто веришь, что Абсолют безличен, Он разлит в этом мире, Он проявляет в себе и как добро, и как зло, и более того, ты веришь, что ты тождественен этому Абсолюту. Согласитесь, одновременно верить и так, и так невозможно. То есть невозможно верить, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, что Он пришел в мир, Он стал ради нас человеком во всем подобном нам, кроме греха. Он умер за нас на кресте и воскрес, или что верить одновременно, что Он просто один из учителей нравственности, который потом ушел где-то в Тибет и где-то там скончался, и даже неизвестно, где его могила. То есть принцип дополнительности здесь не действует. Ты все равно выбираешь или так, или так. А раз ты выбираешь из двух взаимоисключающих друг друга религиозных течений, значит, уже тебе должно быть понятно и очевидно, что эти пути не ведут к одной вершине. Хотелось бы вашему вниманию предложить личные свидетельства людей, которые пытались совершенно искренне, в силу своей, на самом деле, духовной неопытности, пытались соединить восточный мистицизм и христианство. Именно вот личный опыт. Всегда интересно познакомиться с личным опытом человека. Из книги отца Серафима Роуза «Православие. Религия будущего». Как одна молодая девушка, увлекавшаяся индуизмом, описывает, какие открытия сделал для нее индуизм и к чему она пришла. Заманчивость индуизма играет всеми оттенками спектра. Там есть все соблазнительное для гордыни. И я, будучи чрезвычайно гордой, даже в 16 лет пала жертвой именно этих приманок. «Я не могла справиться с проблемами первовродного греха, ада и вечных мук». Согласитесь, дорогие друзья, сколько людей на это притыкаются. Ад, вечные муки, как же так, грех, что значит грех? «Мой с вами», то есть индуистский гуру, «против каждой христианской догмы дал свое интеллектуально удовлетворительное объяснение». Обратите внимание, против каждой догмы. Он не пытался соединить, а против каждой дал свое объяснение. Ад, как оказалось, представлял собой временное состояние души, навлеченное нашей собственной дурной кармой, нашими прошлыми деяниями в той или иной прошлой жизни. И, разумеется, конечная причина не могла стать причиной бесконечных последствий. «Первородный грех был чудесным образом превращен в первородную божественность, и ничто не могло уничтожить ее. Это было мое прирожденное право. Я была божественна», вспоминает эта девушка. Что же касается проблемы мук, индуистская философия дает поистине элегантную философскую систему, которая расправляется с вопросом мук. В двух словах, боль – это майя, то есть это иллюзия. Она в реальности не существует. То есть, боли, страдания не существуют. Это иллюзия твоего создания. Более того, гуру берется это доказать. В другой области индуизм опирается на вполне естественное заблуждение, что человек может стать совершением через обучение или через некую духовную эволюцию. Но, может быть, главное и убедительное доказательство – практичный, опытный характер. Все догматические конструкции индуизма опираются на практические религиозные конструкции, которые ученик получает от своего гуру. Ученик должен посредством этих практических упражнений на собственном опыте убедиться в истинности философии. Вам говорят – попробуйте и убедитесь, что это действует. Такой практический подход очень соблазнителен для западного склада ума. Он кажется научным. Согласитесь, дорогие друзья, вот я сейчас вам читаю, сколько людей, даже наших соотечественников, попадались на вот эту же уловку. Попробуй, сходи, позанимайся йогой. Сходи вот в какую-нибудь секцию, где открывают третий глаз. Ты попробуй и увидишь, как это действует. Ты это увидишь сам. Не надо там верить чему-то, которое написано много веков. Ты попробуй, ты увидишь. И как это импонирует. И почти каждый ученик впадает в ошибку, если упражнения действуют, а они действительно действуют. Он верит, что вся система верна и, следовательно, доброкачественна. Это приводит к последнему соблазну, о котором я упомяну. Это духовные опыты. В данном случае духовные, в кавычках. Они по происхождению психические и дьявольского наваждения. Но кто из присутствующих имеет хоть какое-то средство отличить заблуждение от истинного духовного переживания? Нет меры вещей. Как бы не с чем сравнить. Человек оторванный от благодати Божьей, которая пребывает в Святой Церкви. Человек, говоря языком святых отцов, в частности, святителя Игнатия Бринченко, неукорененный в предании Церкви. Человек, не воспитанный в христианской традиции, не живущий в Церкви, не приобщающийся к таинцам. Как он может отличить вот это свое субъективное переживание? Истинное оно или нет? Не с чем сравнить. Но не думайте, что то, что они, последователи восточного мистицизма, видят или слышат на своих опытах всего лишь умственное заблуждение. Это не так. Это то, что на языке богословия называют прелестью. Это очень важное слово, потому что оно точно характеризует состояние, в котором пребывает человек, переживающий индуистские духовные опыты. То есть, это реальность, но она совсем другого характера. Слово «прелесть» охватывает все виды ложных духовных опытов, от простой иллюзии до настоящей одержимости. И в каждом случае подделка принимается за истину, и общим результатом всего является раздувание гордыни. Теплое, приятное ощущение собственной значимости охватывает человека, находящегося в глубокой прелести. И оно, вот это теплое состояние своей значимости, вознаграждает его за все его аскетические подвиги и страдания. То есть, человек действительно, последователь восточного мистицизма, он, надо отдать должное, не лишён некоторого аскетизма, от какой-то пищи воздерживается, что-то он не делает, что-то ему делать нельзя, и он это делает, он работает над собой, и вознаграждает его это теплое, приятное ощущение собственной значимости, собственной божественности. Вот поделилась девушка своим опытом пребывания в восточном мистицизме. И причём, что характерно, если в начале восточный мистицизм и их практики кажутся добрыми или нейтральными, то впоследствии они становятся странными и пугающими, в конце концов, приобретают, несомненно, демонический характер. И далее вашему вниманию, дорогие друзья, кому это интересно, предложу ещё одно воспоминание бывшего гуру движения New Age, New Age – Новый век, Кэтрин Лидерман. Вот что она пишет о себе. В отричестве у неё был первый контакт с миром духом, через спиритизм, потом она была, интересовалась восточной философией, познакомилась с трансцендентностью, с невидимым миром, вернулась к обычной жизни, вышла замуж, потом карьерный рост и так далее, и так далее. И вот как она пишет о себе. «Любопытство всё дальше и дальше уводило меня в мистицизм и медитацию. Путём тренировки я добилась ощущения, что расстаюсь со своим телом». К Бибели у меня тогда было отношение довольно пренебрежительное. Мне казалось, мне, современной женщине, даже в голову не приходило, что истина может быть заключена в одной книге. В конце концов, христианство, как она считала, за две тысячи лет не принесло людям ни мира, ни способствовало эволюции, духовной эволюции. Так оно не могло и теперь наметить мне путь. «Не следовало ли написать новую Библию, думала я тогда, вместо устаревшей, отказаться от всей этой устаревшей церковной возни? Мне исполнилось 30 лет», — вспоминает она, «когда я оставила свою хорошую работу и с энтузиазмом стала современным гуру. В 1975 году я пережила озарение, которое положило конец моему душевному кризису. С этого момента у меня появилась надежда. Это событие перевернуло во мне все. У меня была теперь единственная цель». Обратите внимание, дорогие друзья, у этой женщины теперь появилась единственная цель. Послушайте. «Способствовать спасению нашей планеты Земля и ее жителей, обновляя их сознание, готовя людей к предстоящему эволюционному скачку». Короче, я хотела показать им путь к истинному Богу. Вот так вот человек вдруг становится в своих собственных глазах спасителем планеты Земля. Вам это что-то напоминает, дорогие друзья? Шли годы. Хотя я старалась внешне казаться счастливой и озаренной, просветленной внутренней, я часто бывал очень несчастна. Иногда у меня бывали даже глубокие депрессии. «Моему критическому уму было трудно справиться с этим. Разве моя практика внутреннего самосозерцания не должна была улучшить мое душевное состояние? И если новое сознание действительно всеоблемяющее, почему оно не спасает меня во всех жизненных ситуациях? Почему я так ужасно подавлен?» Обратите внимание, как в Священном Писании сказано, «по плодам их узнаете их». Вот много лет увлекаясь восточным мистицизмом, вот эта бывшая гуру движения Нью Эйдж, как она начинает видеть в себе изменения, что у нее вот эта депрессия все подавлена. Далее она пишет, «Надоели мне, наконец, все эти хлопоты о новом порядке и о мире. И в 1980 году я решила покончить со всем этим Нью Эйдж мышлением. Мне захотелось вернуться на работу простой секретаршей и по возможности устроить свою жизнь по старому порядку. Как же я испугалась, заметив, что это было уже невозможно. От йоги и различных, уводящих от реальности медитаций, мой разум сделался пассивным. Им, моим разумом, манипулировали. Когда изощренный моей карьерой разум восстал против этого, я заметила, что кто-то другой взял контроль над моими чувствами, над моей волей, что я просто не могла больше делать то, что мне казалось логичным и верным. Невидимые силы, описанные в Библии, и в данном случае она цитирует послание к Ефесиным, 6 глава, 12 стих, «Наше брание против крови и плоти, но против властей, мироправителей, тьмы века, сего духов злобы поднебесной». «Невидимые силы сделали меня духовной марионеткой, я поняла, что погибла, что мной управляли не добрые, а крайне жестокие силы». Обратите внимание, это пишет человек, рассказывает свой опыт, как он красиво начинался, как все было радужно, как было все романтично, и даже было у нее желание спасти всю планету Земля, и к какому она пришла финал. «Три года длилась борьба, силы Нью-Эйдж не хотели отпускать и грозили погубить меня. В конце концов, злые духи объявили даже дату моей смерти. В это время я отчаянно молилась Богу, и Он вмешался. Я встретила христианку, которая рассказала мне о Христе, и в долгих беседах объяснила мне, что истину нужно искать в Библии. Так я была приведена к Иисусу Христу, который меня действительно освободил. Лишь через скорбный опыт моего заблуждения я смогла принять простую истину Библию». Я вам сейчас цитировал выдержки из журнала «Вера и жизнь» за 1990 год. Свидетельствую Кэтрин Лидерман, одной из проповедниц восточного мистицизма в XX веке. Я думаю, есть над чем задуматься, дорогие друзья. И в качестве вывода ко всему сказанному выше мы видим, что догматы индуизма, догматы христианства, поставленные лицом к лицу друг перед другом, не просто противоречат, а взаимно исключают друг друга. Это касается природы Бога, природы этого тварного мира, природы зла, природы человека и путей спасения. И то, что мы сейчас видим, даже это не борьба догматов, как если можно так выразиться, а наступление на постхристианский мир, именно вот этих идей восточного мистицизма, которые пытаются подчинить себе человека, оторванного от Священного Писания и от спасительной ограды Святой Церкви. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok